Вы смотрите «Итоги недели» в студии Ирина Цепитова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отработки вопросов профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров для нефтяной отрасли, в том числе и по международным образовательным программам. Окружной бюджет вновь претерпит изменения. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не были включены первоначально расходы компенсации за найм работников профессиональных учреждений. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Что касается Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, то сигналы увеличиваются на 445 миллионов. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Долгожданное новоселье в скором времени отметит 116 обладателей новых квартир в доме номер 1 по улице Швецова. В 50-этажную новостройку, расположенную в районе старого аэропорта, перейдут переселенцы из Ветхого и Аварийного жилфонда. Также часть квартир этого дома предназначена для льготных категорий граждан. Это семьи с инвалидами и вдовы участников Великой Отечественной войны. Еще 8 квартир получат дети-сироты. Своё новоселье они отметят в домах номер 11 и 16 по улице Заводская. В настоящее время квартиры переданы из государственной собственности округа в собственность города. Новый шестисекционный дом на Швецова-1 сейчас пустует. Но, возможно, уже летом сюда начнут заселяться жители старых деревяшек. Благоустроенные квартиры построены в рамках государственной программы по переселению граждан из Ветхого и Аварийного жилфонда. В настоящее время имущество уже передано из собственности округа городу. Из шестисекционного дома мы исключили всего лишь 4 квартиры. Это было сделано для исполнения решений судов, которые приняты сегодня в отношении Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, для предоставления семьям с инвалидами. И две квартиры будут предоставлены также по 702 окружному закону вдовам участников Великой Отечественной войны. Также в этом новом доме. Это однокомнатные квартиры для инвалидов, одна двухкомнатная, одна однокомнатная квартира. Еще 8 благоустроенных квартир в домах номер 11 и 16 по улице Заводская получат дети-сироты. По словам Анастасии Голговской, все организационные моменты уже завершены. Осталось только получить разрешение окружной межведомственной комиссии. Она должна решить, подходят ли данные квартиры под специализированный жилфонд. Мы смотрим, чтобы, во-первых, те коммунальные услуги, которые предусмотрены проектом дома, чтобы они, скажем, предоставлялись без проблем, бесперебойно, то есть проверяли работоспособность систем водоснабжения, канализацию, чтобы отводилась электрика, все работает. То есть, ну, газ пока еще не подключен, поскольку, то есть, уже жильцы будут конкретно въезжать и будут подключаться. То есть, ну, в принципе, впечатление нормальное. Сейчас представители комиссии провели визуальный осмотр и фотофиксацию всех помещений. Окончательное решение о соответствии или несоответствии жилых помещений специализированному жилфонду будет принято уже в пятницу. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С 1 января 2017 года в связи с введением новой системы расчетов общедомовых нужд у жильцов многоквартирных домов резко выросли суммы в платежках. Так, например, в Оренбургской области сумма платежа за электроэнергию увеличилась более чем в пять раз. Это еще не самый высокий показатель. В Общероссийский народный фронт каждый день поступают многочисленные обращения граждан. Обратились за помощью к активистам ОНФ в Неницком округе и жильцам дома по улице Первомайской. В проблеме жильцов попыталась разобраться и наша съемочная группа. Ежемесячно на горячую воду, на холодную воду уходит по 17 кубов воды. То есть в целом 34 метра кубических воды у нас уходит на общедомовые нужды. При этом техничка берет воду с системой отопления. Нам просто непонятно, куда уходит эта вода. Или она испаряется, или какие-то утечки. Ну, какие могут быть утечки, если у нас вот котельная в соседнем доме. Куда утекло столько воды, а вместе с ней уплыло и собственных денег. Волнуют не только Людмилу Мысову, но и всех жильцов дома номер 32 по улице Первомайской. Последней каплей в этой мутной истории стала полученная за март квитанция. Количество общей потребленной воды в ней осталось таким же высоким, как и за предыдущие месяцы. Мы обращались и в управляющую компанию, и в госстройжилнадзор, и в управление по ценам писали. Там у нас тоже другие вопросы были параллельно. И в администрацию города, и в прокуратуру. Но мы ответа внятного не получили. Чтобы наконец получить четкий ответ, жильцы дома обратились к представителям Народного фронта. Больной вопрос обсудили с представителями прокуратуры, жилищного надзора и ресурсных организаций на заседании рабочей группы Общероссийского Народного фронта «Качество повседневной жизни». Мы хотим как-то все-таки здесь найти пути решения выхода из данной ситуации, потому что мы действительно обращений очень много, и если даже это как-то законно, чтобы жителям пояснили соответствующие органы власти, которые формировали данные нормативы. Эти нормативы, согласно ЖК РФ, разрабатывают сами регионы. В нашем округе они утверждены постановлением окружной администрации от 17 августа 2012 года. С этого года, согласно ЖК РФ, размер расходов граждан по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не может быть выше установленных нормативов. Как пояснили нам в госинспекции строительного и жилищного надзора НАУ, сделано это было из-за того, что граждане часто жаловались на управляющие компании, которые бесконтрольно использовали ресурсы дома. Такие нарушения, к сожалению, бывают. И в связи с этим у нас система начисления платы за коммунальные услуги, она с этого года немножко изменилась. То есть, чтобы жителям не было начислений выше, чем норматив определенный. То есть, в этой части, как бы, закон жителей защитил тем, чтобы они не оплачили услуги тех недобросовестных жильцов, которые там что-то не передают показания. При этом ЖК дает управляющим организациям право выставлять жителям платеж за общедомовые нужды не по приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг. Так происходит в том случае, если в договоре между жильцами и управляющей компанией не прописано условие о взимании платы по фактическому потреблению воды, электричества и водоотведения. Происходит и так, что порой жители просто не имеют доступа к общедомовым счетчикам, как жильцы дома по улице Первомайской. И поэтому они не могут проверить правильность своих предположений относительно потребленных ресурсов на ОДН. Вот почему в квитанциях за этот год у многих жителей округа сумма за общедомовые нужды существенно выросла по сравнению с прошлогодней, рассчитанной по счетчикам. Ведь норматив потребления установлен достаточно высокий. Именно по этим нормативам управляющая компания «Дренмаршстрой», которая относится к дом по улице Первомайской, и была начислена оплата. Тариф утвержден администрацией города, рассчитан по нормативам, которые утверждены от 1 ноября 2016 года. То есть это постановление правительства за номером 1498 от 26 декабря 2016 года. Есть общая площадь нежилая и жилая. По формуле, то есть существует формула, места общего пользования квадратов умножаются на стоимость, умножаются на целого до одного квадратного метра. Это все делится на квадраты общей и живой площади. И отсюда получается тариф. На каждом доме тариф разный. То есть где-то может быть площади очень много, где-то площади нет общей. Кстати, сама управляющая компания с ресурсоснабжающими организациями будет рассчитываться в соответствии с показаниями общедомовых счетчиков. От таких нововведений и нестыковок в законах, как оказалось, простые граждане страдают по всей России. Вот и у жильцов дома номер 32 по улице Первомайской сложилась ситуация, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов для общедомовых нужд оказалось ниже норматива, а платить пришлось все равно по максимуму. Ирина Нежалова, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Нинницком округе состоялось первое заседание Организационного комитета при губернаторе округа по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую вся страна будет праздновать 9 мая 2020 года. Губернатор округа Игорь Кошин призвал всех отнестись к организации празднования со всей ответственностью и уделить особое внимание ветеранам, вдовам, труженикам тыла и детям войны. Ни в коем случае не должно быть у нас формального подхода. И максимум внимания мы должны уделить ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла, детям войны. Муниципальные власти, у нас здесь присутствуют и глава Дополярного района, и мэр города Наримара, значит, попрошу уделить максимальное внимание всем памятникам, по максимуму привести их в порядок, на территории каждого поселения создать такую хорошую, торжественную атмосферу праздника. Атмосферу праздника должна создать и стена памяти, которую планируют воздвигнуть в центре города, на Аллее Славы к 2020 году, к 75-летию Великой Победы. В заседании рабочей группы, которая состоялась накануне, было принято решение реализовывать проект поэтапно. Первым этапом будет создание группы людей, трех-четырех человек, которые займутся сверкой и обобщением имен участников Великой Отечественной войны. Вторым этапом подразумевается создание интернет-ресурса, стена памяти и регулярная актуализация информации на данном ресурсе. Установка информационного сенсорного экрана в Ниндземко-кровеческом музее в формате книги, где каждый мог бы уточнить информацию, найти и откорректировать ее с помощью сотрудников рабочей группы, которые находятся. Также проведение открытого конкурса на лучший эскиз экспозиционной группы с учетом реконструкции памятника Великой Победы и подготовка ходатайства о выделении средств. Кроме того, будет создана рабочая группа по обновлению памятников как в городе, так и в населенных пунктах округа, которые нуждаются либо в косметическом, либо в капитальном ремонте. Вместе с тем регион примет активное участие во всероссийских акциях, таких как «Письмо памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный полк». Также планируется провести более ста мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В библиотеках проводят книжные выставки, часы мужества, беседы, исторические экскурсы, слайд-программы, викторина и так далее. Ненецкая центральная библиотека Мебичкова в ноябре 2017 года планирует ждать рекомендательный список материалов «Сталинградская битва, как это было», имеющихся в фонде библиотеки. В образовательных организациях состоятся конкурсы с чтецов рисунков, виртуальные экскурсии, просмотры художественных фильмов о битве за Сталинград, литературно-музыкальные композиции, классные часы, уроки мужества. Напомню, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне вся страна будет отмечать 9 мая 2020 года. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Парк «Юбилейный», ресторан-музей «Тиман», микрорайон «Старый аэропорт» и микрорайон «Лесозавод». Эти зоны отдыха будут благоустроены в 2017 году в рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия. Городская среда». Приоритетные проекты обсудили на первом заседании общественной комиссии, которая рассмотрела заявки горожан по обустройству парков и зон отдыха. Всего в Управление городского хозяйства поступило 13 заявок на обустройство общественных мест отдыха и парков. Сейчас этот участок занесен снегом и трудно представить, что уже совсем скоро на этом месте появится детская игровая площадка. По словам председателя территориального общественного самоуправления «Старый аэропорт» Виктории Бобровой, это настолько долгожданный объект, что некоторым малышам, которые мечтали на ней порезвиться, уже перевалило за 30. Микрорайону «Старый аэропорт» более 20 лет, что жители на протяжении всех этих десятилетий просили сделать детскую площадку. Эти дети, которые мечтали, они уже выросли, у них уже свои дети. И как жители мне говорят, у нас уже внуки, и мы хотим все-таки иметь детскую площадку. Кроме того, в порядок приведут вот это место, которое находится рядом с рестораном «Музеем Тиман». Оно давно и по праву считается одной из визитных карточек города Наринмара. Но в то же время здесь нет ни удобной парковки, ни зеленых насаждений, а прилегающая территория находится в запущенном состоянии. Также будет обустроена пешеходная зона для прогулок возле улиц Полярная Рыбников, неподалеку от зеленой зоны в районе городских очистных. Это место давно полюбилось жителям улицы Рыбников. Здесь есть и освещение, и скейт-парк, и велодорожка. Но в целом место не обустроено. К нему нет удобного подъезда или хотя бы тротуара. Но, пожалуй, самым значительным проектом станет строительство парка в районе лесозаводных, где живут в основном ветераны бывшего предприятия. Об этом давно просят жители прилегающих микрорайонов и ветеранские организации. Будут пешеходные дорожки, будут скамеечки установлены, будет памятник установлен лесозаводчанам. Но впоследствии уже, как говорится, что жители предложат, там еще сделать дополнительно в этом парке. Все остальные заявки тоже не останутся без внимания. Ведь приоритетный партпроект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. И заявки, которые не вошли в 2017 год, будут рассматриваться в дальнейшем. В 2017 году на проект в рамках страны выделено 20 миллиардов рублей. В Ненинском округе в этом году на реализацию проекта будет направлено 100 миллионов рублей. Из выделенных денег на обустройство парков и зон отдыха в Наринмаре и поселке Искателей направят 25 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. 20 миллионов на обустройство общественных зон и дворовых территорий. Из них 8 миллионов нам прямо указывает программа, куда нужно направить. 5 на дворовые территории, 3 на общественные зоны. При этом 12 миллионов подлежат самостоятельному рассмотрению муниципалитетам. То есть это куда посчитаем нужным, смотря какие проекты будут реализовываться. 25 миллионов отдельно выделяется на парк лесозавод. Это будут целевые средства. И 18 миллионов выделяется из внебюджетных источников для обеспечения мероприятий по обустройству общественной зоны в районе между улицей Рыбников и школой номер 4. Заявления от жителей мегаквартирных домов по обустройству дворовых территорий будут рассмотрены на заседании рабочей группы ориентировочно 20 апреля. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Медфуд открыл двери пищеблока. Аутсорсинговая компания отремонтировала производственное помещение комбината питания бывшего пищеблока Неницкой окружной больницы. На презентацию пришли представители окружной больницы и департамента здравоохранения. На этом стенде находятся фотографии, рассказывающие о том, как выглядел пищеблок до реконструкции. Фотографии позволяют делегации получить представление о том, как изменились производственные помещения комбината питания после ремонта. Гендиректор московской компании Медфуд проводит экскурсию по пищеблоку и рассказывает о нововведениях. В данное время мы попали в тот процесс, когда происходит формирование индивидуальной операционной системы для доставки в лечебные учреждения. Как этой больнице, так и еще двух лечебных учреждений, которые вы знаете. В чем отличие как раз того, что предлагают другие организации, мы делаем возможность пациенту получать, не то, что раньше было там, да, посуду, что-то положили отдельно для каждого, а для каждого пациента будет доставлено питание именно по его диете, именно под его, можно сказать, заказ, именно для него. То есть третьи лица, четвертые, пятые к его порции никогда не прикоснутся. По словам Станислава Михалева, каждое учреждение, находящееся на аутсорсинге, оставляет за собой право выбора доставки продуктов питания. В топ-диспансер и дом престарелых еду привозят, как и прежде, в специальных тормозах. Пациентам окружной больницы пищу доставляют в ланчбоксах. В Наринмаре комбинат питания готовит пищу почти для 400 человек, но масштабы могут быть и больше. По словам гендиректора компании, площадь пищеблока позволяет организовать питание для 1200 человек. Не для того, наверное, будет собраны сегодня люди, чтобы показать, какие-то работы были выполнены, а показать новый способ представления лечебного питания на территории вашего округа. До больного теперь не будут никакие доходить ведра, где раскладывается, ну не знаю, не буду говорить, что было до этого, не знаю, что и в каких количествах тарелки пациенту. То есть пациент будет получать именно то, что он должен получить. То есть весь процесс приготовления и формирования его рациона происходит на нашем предприятии. И, соответственно, то, что мы сделаем здесь, доходит только до пациента, минуя всех лиц, которые раньше были к этому сопряжены. Это раздачица, это формирование тех тарелок буфетчицами, которые были раньше. Теперь пациент будет получать то, что приготовлено здесь. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Заклеены окна, скрипучие полы и ветер, гуляющий по коридорам. Такая картина предстала перед депутатами регионального парламента, которые посетили с рабочим визитом детское отделение окружного тубдиспансера. Главная проблема здания – холод, усиливающийся с приходом морозов и пронизывающих ветров. Впрочем, для строения, которому почти полвека, это можно было бы назвать нормальным явлением, если бы в нем не находились дети. Окна необходимо, все-таки 21 век. Очень необходимо. Потом, да, окна, вон они заклеены все. Не заклеивали, потому что было очень плохо. Я прошу вас даже, ну, как-то зафиксировать это. Ну, это стырый срам. Окуль, донор. Зданию детского отделения окружного противотуберкулезного диспансера более 40 лет. За это время уже не раз латали дыры. В этом году был проведен очередной косметический ремонт. Стало комфортнее и свежее. Впрочем, свежой здесь всегда, особенно когда за окном ветра и морозы. Есть жалобы, что очень холодно, когда ветер или морозы. Я думаю, мы на ближайшей нашей комиссии это дело еще обсудим. Ну, и с передачей котельной, к сожалению, котельная в данный момент топит по нормативам. Хотя вот сотрудники говорят так, что если было бы прохладно, они бы просто добавили бы и все, и было бы теплее. Но, к сожалению, теперь управляющая компания ведет эту котельную. Надеемся, что мы общий язык найдем, взаимодействие между департаментами найдем. По словам начальника управления здравоохранения Андрея Апицына, ремонт в детском отделении туб-диспансера запланирован при составлении бюджета на 2018 год. Кроме холода, депутаты акцентировали внимание на отсутствие в детском отделении спортивной зоны. Нам необходимо будет приобрести спортивные материалы, маты, мячи для ими занятия спортивных. По мнению народных избранников, у детей, которые находятся в стенах больницы, долгое время должна быть возможность заниматься спортом. Для закупки необходимого инвентаря пообещали предусмотреть деньги в окружном бюджете. Или найти спонсора, как это сделали с детским городком. Его планируют установить с приходом тепла. Случаются в детском отделении проблемы с питанием. Его организацией занимается компанией Медфуд. Однажды нашли таракана. Мы оформили актом. С Медфудом отрабатывали по части штрафа. Сейчас направили дело в суд о принудительном взыскании штрафа. Это было по контракту прошлого года. Ну так, в среднем качество как? Качество? Хотелось бы, чтобы была пища более разнообразна. Да? Да. Потому как много однотипного. И дети, когда находятся довольно длительный срок у нас, естественно, это всё надоедает. По словам председателя постоянной комиссии, собрания депутатов по вопросам молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта Андрея Ружникова, сегодня вопросы вызывают только быт детей. У нас сейчас окна надо менять, это 100%. Спразал детишкам нужен, ремонт нужен, полы вот прям вот мы стоим ходуном, ходят. Сегодня в детском отделении противотуберкулёзного диспансера находится 8 детей. Они получают должное лечение, образование и пребывают под пристальным вниманием медицинского персонала. С ним проблем у лечебного учреждения нет. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Исцеляющее песнопение, препараты с омолаживающим эффектом, чудодейственные ритуалы и ряд других уникальных услуг предлагали мошенники жителям Ненецкого округа. В итоге доверчивые граждане только в 2016 году перевели аферистам более 2,5 миллионов рублей. В основном жертвами преступников становились пожилые люди. Именно для них во Дворце культуры Арктика депутаты собрания депутатов Ненецкого округа и сторонники партии «Единая Россия» провели совместное заседание, главной темой которого стала защита старшего поколения от мошеннических действий. Жительница Наринмара рассказывает сотрудникам полиции, как стала жертвой телефонного обмана. 15 декабря прошлого года на стационарный телефон ей позвонил якобы сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице, и у нее сломаны ребра. За 50 тысяч рублей потерпевшие и псевдосотрудники ГИБДД готовы были простить виновника аварии. Он говорит, трубку не вырзайте, я буду вам все звонить. Я говорю, я не знаю, что где-то потерялась, я не знаю, у меня где и деньги. Потом я нашла, пришел парнишка, парнишка лет назад 15, ну 15-15. Ну и я ему передала. В итоге преступникам пожилая женщина передала 15 тысяч рублей. Ваш родственник попал в ДТП – это один из самых распространенных и действенных способов мошенничества. Ведь именно в такой ситуации срабатывает эффект неожиданности и психологической атаки. К сожалению, это не единственный случай, который произошел в Нинецком округе. Только за 12 месяцев 2016 года на территории Нинецкого округа было зарегистрировано 104 факта преступных посягательств. 69 из них – это телефоны и мошенничества. Суммы, которые жертвы переводили преступникам, колеблются от 10 тысяч до более миллиона рублей. Впрочем, поражают не только большие суммы, но и фантазия самих аферистов, которые за немалые деньги предлагают различные виды услуг. От омолаживающих процедур до высококвалифицированной магической помощи. И эти случаи происходят практически ежемесячно. Несмотря на многочисленные предупреждения, пенсионеры продолжают попадаться на уловки мошенников, переводя не десятки, не сотни, а миллионы рублей. В период времени с 21 апреля по 7 августа 2015 года женщина тоже пожилого возраста перевела денежные средства неизвестным лицам в общей сумме 1,4 млн рублей. Склонность к стрессовым ситуациям, доверительное отношение к незнакомым людям такими качествами обладает большинство пенсионеров. Именно поэтому чаще всего жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста. Понятно, что преступники ищут пути наиболее легкого обогащения. И получилось так, что соединение вот этих новейших технологий плюс небольшая грамота техническая наших людей пожилого возраста делает такую достаточно благодатную почву для таких преступных действий. И вот такая уже традиционная доверчивость северян, она делает их такими самыми простыми жертвами вот этих преступных действий. Поэтому мы хотим как-то предупредить эти преступления, предупредить людей и таким образом их вооружить против таких подходов. Подобные преступления, по словам сотрудников полиции и прокуратуры, раскрываются очень сложно. А значит, вернуть средства, переданные мошенникам, практически невозможно. Ведь все звонки в основном совершаются из других регионов, где так называемые кулцентры располагаются в местах лишения свободы. Именно оттуда звонят заключенные, представляясь врачами, целителями, фармацевтами. Какая есть проблема? Сейчас есть указания от Следственного департамента, МВД. Уголовные дела эти не пересылать. То есть мы, коллеги находят, что звонок, допустим, был из, грубо говоря, Новосибирской области. По идее, мы должны переслать дело, чтобы уголовный розыск Новосибирской области озадачился. И посмотрели, откуда был звонок, установили чей-то телефон, пришли в эту зону, отработали оперативно. Итог такой, что нашли лицо. Раньше так это и делалось. Еще такая практика и была. Сейчас мы устанавливаем, благополучно здесь делать и останавливаем. И расследовать нужно там, где живет это лицо, либо где деньги эти сняли. Чтобы не стать жертвой преступников, представители прокуратуры, окружные депутаты и сотрудники полиции еще раз напоминают жителям округа. Если вам звонят незнакомые люди и предлагают купить какой-либо товар или сообщают вам о несчастном случае, произошедшем с вашими родственниками, при этом требуя денежные средства, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 02. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ликвидировать последствия ДТП и эвакуировать пострадавших из задымленного помещения. Такие задачи стояли перед студентами 2-го и 3-го курсов аграрно-экономического техникума. В рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства будущие спасатели соревновались между собой за звание лучшего по профессии. Испытания проходили на территории первой пожарно-спасательной части. За аварийно-спасательными работами наблюдала наша съемочная группа. Все, сел, на крючку. Вверху температура огромная, поднялся сразу вверх. Сегодня они не просто студенты, а звено газодымозащитной службы. Их задача – спасти людей из задымленного помещения. За плечами кислородные баллоны и на лицах маски. Видимость нулевая. Передвигаться нужно максимально близко к полу, одной рукой держась друг за друга, чтобы не потеряться. Время защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания ограничено. Поэтому газодымозащитникам действовать нужно оперативно и слаженно. Труднее всего командиру звена, ведь именно он первым должен сориентироваться в пространстве. Да, с непривычки паникуешь. Плюс, когда залезаешь под КамАЗы, под Уралы. А так, ну, главное себя в спокойствии держать и не паниковать. Если паникуешь, еще больше дыхания и энергии заворачивается. Главное все спокойно делать и подавать команды правильно. И придешь к успеху, можно сказать. Так, ты сегодня у нас был впереди? Да, я начальник звена был, да. Ну, вообще, как тяжело было вести команду, то есть как-то ориентироваться в пространстве с закрытыми глазами, когда ты ничего не видишь? Ну, первый раз тяжело было, а до этого нас тренировали наши прибыватели, и как бы уже легче с каждым разом становится. Командир звена Михаил Чернышов уверенно ведет за собой команду и не забывает называть препятствия, которые встречаются у него на пути. Словно слепые котята, ребята обходят скамейки, пробираются под машинами. После выполнения заданий – разбор полетов. Зачем за трубами пополз? Не надо, он, видишь, огибает, не надо. А он за трубами пополз, пять баллов не получил, потому что он нашел вторую каску. А в противе дуны предыдущие не пополнили, они не нашли. И печеночку получили. Каска лежала. Молодец. Еще одно задание, которое выполняли студенты на ЭД – ликвидация последствий условного ДТП. Месяц назад ребята наблюдали за тем, как с этими заданиями справляются опытные спасатели и пожарные. А сейчас уже им предстоит проделать то же самое. Значит, у нас условно ДТП. Один пострадавший, приблизительно у него в районе груди кровотечение. Предполагаем, что у него пробито легкое. На старт. Внимание. Марш! Здесь важна не только скорость, но и правильность выполнения всех манипуляций. Главное – не навредить пострадавшему. Ребята с заданиями справляются. Пусть не так ловко, как профессионалы, но стараются изо всех сил. Все хорошо? Право-то, все? Все-все? Не переживайте. В команде работают не только парни, но и девушки. Капризных здесь нет. Профессия не позволяет. Девчонки выполняют задания наравне со всеми. Принести тяжелый инструмент, завести подстанцию, срезать крышу автомобиля и перенести пострадавшего. Спасатели, хоть и начинающие, готовы ко всему. Своими подопечными наставник ребят Николай Егоров доволен. Говорит, к своему делу студенты подходят серьезно, ведь профессию выбирали осознанно. Так как с техникумом мы постоянно контактируем, они приходят заниматься как в учебное время, так и в неучебное время. Постоянно у нас двери открыты, скажем, они приходят, занимаются, интересуются, ребятам интересно. То есть работать в аппаратах они уже умеют. Пользоваться аварийно-спасательным оборудованием тоже, соответственно, умеют. Это все под руководством опытных спасателей, опытных пожарных проходит. Постоянно совершенствуют свою выучку, навыки, потихонечку работаем, занимаемся с ребятами. Затем, как проходит учение, наблюдает руководство главного управления МЧС. Заместитель начальника Александр Игнатьев не сомневается, смена растет достойная. То, что осталось за кадром этих соревнований, это практически двухнедельная подготовка. Ребята очень хорошо к этому делу готовились. Здесь было видно их отношение к этому делу, что они стараются показать какой-то результат. Ну и, в принципе, им это даст свою очередь, что некоторое понимание нашей работы, некоторых из аспектов ее. Ну и мы, естественно, скажем так, опять же здесь немножко преследуем цель, что когда-нибудь, может быть, они к нам придут работать. Все задания, которые выполняли студенты НАИД, организованы в рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства. В них участвовали четыре команды спасателей второго и третьего курсов, а также команда пожарных второго курса, но уже вне конкурса. По итогам всех испытаний первое место заняла команда Андрея Белугина. Лучший результат по теоретической части показал Максим Филиппов. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север. Пять медалей привезли в округ ненецкие многоборцы. В Доденке и Норильске состоялся чемпионат и первенство России по северному многоборью. Участие в нем приняли 10 сильнейших команд. Всего 130 участников. Ненецкий округ представили четверо взрослых спортсменов и один юниор. Спортсмены состязались в метании тензея на хорей, тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересеченной местности, метании топора на дальность и прыжках через нарды. Несмотря на возникшие трудности, тренер команды Алексей Коткин оценивает выступление ребят как успешное. Из молодых наших спортсменов неплохо выступил Кокок Константин, который попал в семерку сильнейших спортсменов России в многоборье. Скажу, что, конечно, не оброшлось без трудностей. У нас один участник из-за погоды опоздал без соревнований. По тому же, как видите, некоторые ребята заболели простыми, потому что там условия довольно-таки жесткие в этой области. Но, тем не менее, я оцениваю наше выступление как успешное. Все же пять призывов не дали, они другими являются. Яна Осичева занимается многоборьем уже 12 лет. За это время она стала мастером спорта по северному многоборью. В метании тензея на хорей и беге с палкой она показала лучший результат среди 22 женщин. Своё выступление, считаю, 50 на 50. То есть, не всё получилось, всё, что запланировали, но то, что два, можно сказать так, призовых места, неожиданно было. Особенно в тензея на хорей вообще не ожидала такого. Также в метании тензея среди женщин серебро завоевала Мария Карпатина из Ненецкого округа. В дисциплине бег с палкой вторым стал Роман Латышев. Бронзу завоевал его коллега по команде Антон Латышев. Помимо традиционных наград, спортсмены получили призы от главы города Дудинки и ценные подарки. Александр Бабрякович, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин